на ремонте вот такая швейная машинка SYNTEX N6500 тут я уже начал ремонт открутил вот здесь вот сбоку винтик откручивается боковая крышка и я уже много чего снял значит проблема в чем шьет очень сильно петляет нижнюю нитку вот так потому что нет натяжителя нет натяжения по какая причина тут была другая поломка внутренняя и кто-то пытался разобрать корпус чтобы разобрать корпус начал снимать вот эту вот вот эту панельку и откручивал не вот здесь два винтика а вот этот центральный винтик открутил а он держит вот эти вот пластиночки тарелочки которые относятся к зажиманию ниток вот здесь вот там они стоят и он открутил и там пружинка выскочила значит как снимается эта панелька вот тут два винтика и вот этот винтик и он и тогда вот эта панелька снимается а вот этот винт он прикручивает к пружинке которая там стоит пружинка и он собственно и механизм который работает с вот этим натяжителем чтобы до него добраться но вот так вот без скорбь с корпусной деталью но никогда него не добраться тут нужно вставлять детальки вот эти все закручивать винтом очень неудобно поэтому нужно располовинить эту половинку надо снять как значит снимаем без проблем откручиваем лапку можно снять может нет но вот вот эти два винтика откручиваем снимаем вот эти два винтика откручиваем и снизу откручиваем получается вот эти два винтика и вот эту вот крышечку которая тут двумя ну собственно и здесь располовинивается а сверху она еще ну вот этот винтик вот этот винтик вот здесь а здесь она просто на клипсе на защелке нужно вывести из зацепления и она выводите из зацепления располагается вот держим чтобы ничего не упало а упадет в таком случае что и у нас тогда есть доступ к механизму можно просто вот так на бок и воздвинуть потому что тут нужно чтобы убрать нужно провода смотрите какая ситуация чтобы его снять а уже было откручено вот тут такая штанга которая соединяет два и вот тут сзади есть отверстие где было уже откручено вот это и вот уже пришло в комплекте с такими винтиками которая видимо оттуда и есть и в таком случае она раскручивается потому что надо еще вот этот винтик открутить видите он соединяет две половинки эту и ту ну собственно все вот у нас хорошо что ничего не потерялось ничего не повыпадало тут так и осталось она в таком вот в телепающемся состоянии было и ничего не потерялось это и висели вот эти тарелочки эти все тарелочки просто здесь как-то зависли и висели ну а нам задача их туда назад поставить ну вот такая сейчас у нас стоит задача собрать все вместе и плюс еще вот этот смотрите тут есть рычаг он должен там правильно стать там есть такая когда вы поднимаете лапку поднимаете опускайте там там такой рычажок там далеко двигается и нужно чтобы он этот рычагу рычажок оттягивал вот так вот оттягивал вот так вот эту этот рычаг и соответственно он нажимает на пружинку и позволяет вам спокойно протягивать нитку когда поднята лапка так ну а какая последовательность честно говоря сейчас я разберусь уже не помню как они стоят сейчас приложу и вспомню ну значит оказалось все непросто но смотрите сначала тут же пружинка вот такое колечко для пружинки потом рычаг рычаг который вот с такими выступами он проходит туда дальше этот рычаг ослабляет или нажимают пружину от лапки вот той лапки которую которую которая прижимает ткань потом потом идет черная шайбочка ну мама может быть не черная у вас в вашем случае но видите вот она миллиметровая шайбочка на вот эти тут два усика два таких выступа с верхней и с нижней стороны вот шайба на шайбу они давят это обыкновенная шайба который на вал налазит они все налазят на вот этот значит после шайбы идет тарелочка прижимная первая потом разделительная вот это вот пластина которая для первой нитки и если есть 2 до 2 нитки и потом вторая тарелочка смотрите когда вы прижимаете вот этим винтом то можете закусить вот эту тарелочку она должна тоже двигаться вот она ходит там правда есть такая на той стороне прорезь и они все втроем эта тарелочка эта тарелочка это разделительная пластина и эта тарелочка они все имеют сзади такую прорезь и это прорезь щель надевается вот на этот валик на этот штифт и в таком случае они она вот так вот не прокручиваются а той прорезью держится вот на тот штифт и так вот такая последовательность регулировочная пружина так которую вы один раз регулируете потом дадим не долезть ответная часть пружины вот толкатель который сейчас я вам покажу смотрите вот этот толкатель с двумя вот толкатель два усика таких вот он идет на вот эту вот этот рычаг видите вот вот этот он там шатается сейчас я его присвечу постараюсь постараюсь может быть вы видите но вот видите в самом конце этого рычага сзади есть рычажок есть вот такой рычажок который сейчас я не знаю чему же вам и присветить постараюсь может быть этой чтобы туда аж достало постараюсь есть есть тут рычажок может быть на камере сейчас постараюсь будет видно я сейчас толкаю поднимаю он выталкивает в эту сторону в эту сторону то есть он сзади этого рычажка и получается там такой толкатель торчит толкатель и этот рычаг вот сейчас я в него упер тот толкатель он сзади рычажка должен быть сзади когда вы одеваете он может заскочить за него должен тот толкатель такой штыречек он должен быть сзади этого рычажка ну и как теперь когда получается что смотрите когда я поднимаю когда я поднимаю он сжимают пружину и тарелочки ходят свободно и нитка свободно протягивается когда я опускаю не свободно и нитка зажимается насколько зажимается в зависимости от что то вот тут уже может быть немножко подрегулировать надо но суть в другом что вот в таком положении он уже вот только в таком начинает прижимать немножко сейчас может быть смогу подрегулировать но тут есть есть возможность его натянуть и опустить вот такая ситуация непростая но если вы все последовательно поставить то работать будет если правильно последовательно поставить ну и закручивается здесь этот вал когда закручивается должен зайти внутрь этой пластины так его обцентруйте так чик-чик-чик он клац попадает и тогда затягивается хорошо винтик вот такая ситуация с натяжителем ну а теперь собираем в обратной последовательности тут уже не сложно до него добрались но без разбора но никак не собрать все-таки вот эту половинку приходится открутить закручиваем на место и будет вам счастье увидимся на канале мира вам